Добрый день! Коммуналка, президент Ассоциации Наследий, директор компании «Метелица Тур». Олег Николаевич, все правильно сказал? Да, добрый день. Добрый день. Хочется так вот приосаниться рядом с Олегом Николаевичем. Практически уже легендарный человек стал. Потому что мы будем говорить сейчас о событиях, о наградах, которые заслуживают самого высокого внимания и уважения. Я напоминаю, мы сообщали эту информацию в нашем эфире и говорили, фестиваль «Шляп» в Вятских Полянах завоевал Гран-при национальной премии Russian Event Awards 2018. В конкурсе участвовали 578 проектов из 60. Только вдумайтесь, регионов страны. Насколько я помню, финал состоялся в Нижнем Новгороде. Да, все верно. И вот сейчас до начала передачи я к Олегу Николаевичу обратился с благодарностью, с похвалой. Вы приняли участие в программе «Большая страна» на общественном телевидении России. Я смотрел частично, правда, этот выпуск передачи. Очень достойно держались, как раз-таки рассказывали о своих победах. Очень здорово все получилось. Что дает сразу же, да? Хочется сейчас спросить, вот эта победа. Кроме морального времени. Russian Event Awards. Да, новые горизонты, новые перспективы. Что? Что дальше? Делитесь. Да, действительно, очень уникальная премия. Мы третий год участвуем в Russian Event Awards. И в этом году мы получили действительно Гран-при. Я бы хотел отметить, что все-таки это заслуга не конкретных лиц, а города и команды, которая создавала и создает фестиваль «Шляп». И помимо того, что мы получили лавры в виде аплодисментов на сцене, в театре, в Нижнем Новгороде, мы получили статус одного из самых престижных событийных мероприятий в России и вошли в национальный календарь событий. Туда входят по итогам национальной премии 200 самых популярных событий. Ну, обладатели Гран-при тем паче туда попадают, да? Да, и могу сказать, что в прошлом году мы обратили внимание на тот, но серьезный, на мой взгляд, факт, что мы оказались даже в журнале, в бортовом журнале Аэрофлота благодаря как раз этой премии. Попав в национальный календарь событий, они берут яркие мероприятия и размещают в таких вот ярких СМИ. Интересно. То есть человек летит в самолете, да? Аэрофлотом. Он видит этот журнал, идет к пилоту и просит развернуть борт. Вятские поляны. Вятские поляны, да. Вятские поляны, чтобы увидеть это своими глазами. Так, продолжайте. Да, за три года это самое значимое мероприятие для нас. Может быть, мы в полной мере не осознали статус этого события, но действительно шли долго, шли всей командой, городом. И, конечно, это победа, большая победа для всех нас. Но я бы хотел сразу оговориться, я публично об этом говорю буквально второй раз, что в 2019 году, к великому сожалению, фестиваля «Шляп» не будет. Вы знаете, была тревога по этому поводу. Ну, давайте послушаем обоснование. Ну, а мы его сделаем не ежегодным. Он все-таки останется, и он будет проходить раз в два года. Нам это даст возможность подготовиться более активно и более качественно к мероприятию. Так, ценность возрастет в два раза. Да, возрастет ценность, смогут мастера подготовиться. Ну, и мы сможем, по крайней мере, совместно провести подготовительную работу по поиску финансовых ресурсов для организации этого мероприятия. Они, конечно, не такие огромные, как бывают в рамках фестиваля, представленного на Russian Event Awards. Сейчас бюджеты наших конкурентов превышали иногда в сотни раз наши бюджеты, но это не помешало нам получить гран-при. Мы вот получили гран-при. Я еще раз акцентирую внимание на том, что это лучшее событие городского масштаба с численностью до 100 тысяч человек. По времени проведения данного мероприятия будут ли корректировки? Я напомню, что в этом году он в августе состоялся. Возможно, подумываете, чтобы куда-то его перенести, нет? Нет, это самое замечательное для нас мероприятие. Удивительным было то, что и Шаталов Геннадий Васильевич приехал. Это руководитель премии. Да, основатель премии. И мы от него услышали, ребята, дерзайте, несмотря ни на что делайте в фестивале. Мы вновь к вам приедем и поддержим. И действительно, мы видим, что они готовы поддерживать это мероприятие. Они в него верят. И мероприятию быть. Вот, Олег, еще такой вопрос. Вы упомянули как раз тех конкурентов с большими бюджетами. Что-то любопытное в их работах, в их проектах такое для себя нашлось? Да, каждый раз, посещая национальную премию, мы помимо защиты своего проекта всегда смотрим на конкурентов. Я не называю их конкурентами, я называю их коллегами. Ну, просто слово здесь прозвучало. Понятно, что коллеги, конечно. Да, и мы стараемся, конечно же, брать лучшее, делиться своим опытом. И для этого есть круглые столы в рамках этого мероприятия. И, конечно же, мы привозим огромный багаж новых знаний, которые реализуем в наших проектах. Необычно осознавать себя среди лучших событийщиков страны. Как-то это нахлынуло так неожиданно. Мы, в принципе, не событийщики, мы люди бизнеса. Но пришли в эту сферу в надежде сделать город Вятские Поляны туристической меккой. И здорово, что отчасти у нас это получается. Сейчас предполагаю, что у кого-то из слушателей роятся в мысли в голове. И он хочет задать вопрос, а сколько денег вам дали за победу в этом конкурсе? Вы можете ответить. Да, как-то удивительно. Но деньги нам на эти мероприятия не дают. Ни в рамках премии, ни в рамках каких-то других проектов. Это частные инвестиции наши. Это история с спонсорами, которые приходят к нам на проекты, на мероприятия. Но это статус. Я имею в виду за победу, за то, что завоевали гран-при. То есть дали гран-при. Все наши конверты. С 9-ю нулями, не знаю. Геннадий Васильевич, кстати, вышел на сцену. Наверное, как раз... Геннадий Васильевич Шаталов. ...раз Шаталов, да. И вручил нам кепку Ленина. Ну, это уже для следующего проекта? Конверта не было, но кепка Ленина была. Это уже для следующего проекта, да? Музей шляп с лучшими напутствиями. То есть кепка Ленина пойдет в музей шляп? Да. А не в музей советского быта, о котором мы скоро будем говорить? А мы сомневались, куда ее лучше разместить. Как-то вот ленинская эта тема, вот там бы как раз... Но все-таки кепка, шляпная тема победила, и мы ее отправили после фестиваля. Ну, все-таки, вы уж позвольте, я до перерыва, до нашего первого перерыва, хотел бы продолжить тему получения Гран-при. Если попытаться осветить, проанализировать то, что происходит с городами, которые уже вот раньше получали Гран-при, что с ними, какая практическая польза для местных жителей, для развития сфер, инфраструктуры и так далее. И что дальше будет с Вятскими Полянами в связи с этой победой происходить? Как-то можем сейчас мы говорить? Да, я думаю, что это, безусловно, информационная поддержка. То есть это тот пиар, который мы сегодня испытали. Многие СМИ сразу же рассказали о нашем проекте. То есть мы увидели огромное количество репостов этой информации на уровне правительства Кировской области, на уровне крупных федеральных СМИ. Это, может быть, совпало, но спустя непродолжительное время меня пригласили как раз на федеральный канал с рассказом о наших проектах. Это, конечно же, информационная составляющая очень важная. И еще раз повторяю, статус, который нас обязывает делать качественные мероприятия в городе Вятские Поляны. И тем самым мы формируем позитивный имидж города. То есть мы делаем город туристически привлекательным, и о нем говорят. И было очень приятно, что на сцене в Нижнем Новгороде говорили про такие города, как Казань, Нижний Новгород, Тюмень и Вятские Поляны. Хорошее соседство, безусловно. Достойное вполне перечисление. У меня еще просто вопрос такой, я не очень понимаю. Вот этот национальный календарь, да, вот этих, да, да, он, это что? Это какое-то издание? Да, это информационный ресурс. Какое значение он имеет, да. То есть он, где он находится, то есть он в сети? Это прям какое-то руководство, вот смотрите, надо туда вот вкладывать. Да, в сети, то есть это интернет-ресурс при поддержке Ростуризма. Это московский проект, и там мы можем, обратившись к нему, найти все значимые событийные проекты. То есть вы говорите, их 200 отбирают? Да, это 200. То есть не такой уж, это широкий круг. Да, если мы говорим, что их тысячи, десятки тысяч проектов событийных в России в разных городах, то, конечно, 200 проектов это очень маленький процент от общего количества. Ну уж простите за эту ложку дегтя, но все-таки правительство на вас, региона, обратило внимание тогда, когда вы стали, да, обладателями Гран-при. Но мы помним просто наш эфир, мы об этом говорили, что во время проведения фестиваля приветственные слова представителей регионального правительства, они отсутствовали на мероприятии, так? Да, все верно, абсолютно. Наверное, отчасти поэтому проект в 2019 году не будет реализован. Но я думаю, что и без поддержки властей мы сделали достойный продукт, и мы продолжим его реализовывать. Ну а если получится какая-то совместная коллаборация, и все-таки региональные власти каким-то образом и какие-то виды поддержки смогут оказать нашим проектам, конечно же, мы всегда открыты к этим диалогам, к возможным проектам. А с кем конкретно вы, кстати, встречались в региональном правительстве после этой победы? Ну вот буквально недавно у меня была встреча с министром Минэкономразвития. Кряжева? Да, да. Это вот в рамках форума мы познакомились, и она планирует посетить музей Шляп, будучи на следующей неделе в Вятских Полянах. Ну вот смотрите, эффекты есть. Лучше поздно, чем никогда. Эффекты есть, да. Олег Уваров, напоминаем, в наших гостях с учредителем музея Дом Шляп и музея советского бытокоммуналка, о котором мы сразу начнем говорить после небольшого перерыва. Также президент Ассоциации Наследия, директор компании «Метелица Тур». Небольшая пауза, скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу. У нас сегодня удивительный гость Олег Уваров, учитель музея Дома Шляп, музея советского бытокоммуналка, президент Ассоциации Наследия, директор компании «Метелица Тур». Ну, не всегда нравится, когда у человека, знаешь, вот такой солидный такой список. Как-то, я сейчас поймался, но если как-то негоже немножко, да, рассыпаться в комплиментах в суровом мужском понедельнике, ну, что же делать, раз человек заслужил. Заслужил, да, и гран-при, хотя, конечно, он всегда очень скромно говорит, что это не его личная заслуга, но мы же понимаем, что это заслуга людей. Не вас одного, но это именно людей, да, которые это сделали. Это заслуга исключительно людей, абсолютно не моя. Итак, музей советского бытокоммуналка, там же, в самом южном городе нашего региона. Что это, как это, когда открылся? 1 декабря открывается. 1 декабря. Да, 1 декабря. День убийства Кирова. Это всегда что-то такое интересное. Ну, извините, историческое образование дает о себе знать. Да, ты помнишь. Да, я бы хотел заметить, что этот музей открывается на улице Советской, дом 13. Ну, вот видите, все срослось. Да, все совпадает. Два дня назад у нас был случайный такой, абсолютно непредсказуемый момент, когда мы привезли старые часы с боем. Они лежали 4 года в пыли в подвале. Мы их помыли. Представляете, через 20 минут они начали идти. Сами-сами. Сами-сами. После того, как вы просто почистили их. Сами-сами. Символично, да. Это очень символично. Символичный момент. Действительно, музей советского бытокоммуналка откроется 1 декабря в городе Вятские поляны. Мы продолжаем историю формирования туристического кластера на юге Кировской области. Для нас это важное продолжение. И мы понимаем, чтобы приехал турист, организованный в город, недостаточно музея шляп или музея шпагина. И нет каких-то у нас исторических предпосылок для того, чтобы туристический поток, достойный на высоком уровне, в Вятских полянах все-таки был послев. Ну, если поискать... Да, мы сейчас, в принципе, ищем. Мы заглянули в историю и понимаем, что незаслуженно забытый уже сегодня целый культурный пласт, целая эпоха советского периода. Она сегодня как-то не особо раскручена или забыта. Поэтому мы решили вернуть через музей советского быта, создав своего рода машину времени, которая позволяет окунуться в позитивные эмоции прошлого, в те счастливые годы, в то наше счастливое детство. Мы, когда возвращаемся в прошлое, мы всегда вспоминаем о нем позитивно, как правило. И через те экспонаты, которые у нас сегодня уже есть в музее, мы понимаем, что люди могут вернуться в свои добрые воспоминания, понюхав, почувствовать, прикоснувшись вот к этой истории. Олег, вам 38 лет? Да. Мне 36. Мне кажется, что мы как-то не особо советское это время застали. Вот Николай, вот это да. Я половину. Вот это да. Откуда такой интерес? При всем при этом мы были... Так вот как раз интересы есть, потому что человек там мало жил, да, ему же интересно. А, это как в таких лучезарных, да, каких-то... Две фразы основные, которые мне бы хотелось, чтобы произносили в нашем музее. Первое, это у меня было. Второе, что это такое. И действительно, когда мы выставили целую коллекцию фотоувеличителей, глинцевателей с фиксажами, с проявителями, с фотоаппаратами, люди приходят и говорят, ребята, что такое? Мы говорим, глинцеватель. Глаза становятся квадратные. Что это такое? Что с девайсом такое? А сколько времени мы с этим девайсом провели в прекрасном фонаре? В прекрасном фонаре в ванной комнате обычно, да? Я в бане это делал, я в бане. У тебя баня была, ты человек деревенский, у нас была ванна, да, поэтому кюветочки в ванной стоят, на доске стоит увеличитель, да? Да, 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 три момента, и мы сразу уходим в историю, хочется об этом разговаривать. Поэтому музей советского быта в Вятских полянах, он откроется. Давайте сейчас поподробнее, чем он наполнен будет еще, кроме предметов фотодела. Это три зала, абсолютно разной тематики представлены предметы, много различных представлено коллекций. То есть начиная от фантиков, от обычных советских конфет, жевательных резинок, заканчивая сложными технологическими вещами, которые были изобретены и внедрены в Советском Союзе в обычном быте советского гражданина. Например, что удалось раздобыть из такого? А вот помните, были, например, телевизоры, приемники, комбайны, три в одном. Телевизор, радио, приемник. Да, конечно, да, да, да. И вот таких вещей у нас огромное количество. Недавно была выставка в честь 70... Ой. Столетие комсомола, наверное. Нет, 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 это было по ГТРК у нас, юбилей. 60-летие телевидения, да, 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 да. И как раз в этом инженере была выставка, я сходил, получил массовое удовольствие, да, там стояли подобные агрегаты, да. И на самом деле вызывают такое неподдельное удивление у людей, почему-то, почему это так было вот такое большое все, да. Да, да. У меня когда первый раз сын в жизни увидел компьютер наири советского прогноза. Как называется? Наири был. Наири. Он, по нашим понятиям, это как бы мини. Калькулятор. Маленький, да. По возможности. Я говорю, вот это, вот, Мишенька, говорю, это вот компьютер, да, советский. А там же печатное устройство, дисплеев не было, вообще только печатное устройство. Он говорит, вот такой маленький. Я говорю, нет, это только печатная машинка, он всю стену это занимает. Это маленький советский компьютер. Он просто был ошалевший, потому что он все проходил, посмотрел. Все не похоже на настоящее, вот как бы вот такого сейчас уже ничего нет. Да, я бы хотел еще обратить внимание на то, что мы делаем нестандартный музей. Вот-вот, я хотел, да, поинтересоваться. Вы же понимаете, что таких примеров масса по России, да, вот примерно с таким же названием. Такого-то музея есть, да. Музей советского прошлого там или что-то такое, да. Да, в Котельниче даже есть. В Котельниче, по-моему, даже в музее есть советский гитар что-то такое вот есть. Насчет гитар не знаю, но будет там точно есть. Энтузиаст, по-моему, в Котельниче есть, который вот музыкальный инструмент производства СССР. То есть, тут довольно-таки уже такой рынок, в отличие от шляп, более плотный. Да, он масштабный, я бы сказал, и их, наверное, сотни по России подобных музеев. Конечно, хочется, чтобы был свой изюм уникальный, чтобы действительно не только из Кировской области, но и из соседних регионов этот музей ехали, наслаждались тем, что мы там представляем. Как мы это представляем? Мы его наполним интерактивом однозначно. То есть, если мы возвращаемся к фотоувеличителям, мы сделаем лабораторию в ближайшей перспективе, где можно прийти и попробовать прочувствовать весь процесс печати фотографии от начала проявления пленки, заканчивая до национальной фотографии. Слушай, а это можно еще достать до сих пор? Это все есть. Слушай, люди на пленку снимают до сих пор очень активно. Все это есть, конечно. Можно достать. Слушай, для меня это открытие неожиданно. Вообще-то, очень большинство, наверное, даже профессиональных крупных фотографов на пленке работают. Ну, там много разных историй, когда возвращаются в цифру, уходят из цифры опять на пленку и так далее. Далеко не каждый музей может позволить себе пошалить, выложив, например, фантики от конфет 80-х, 90-х лет. Мы можем себе это позволить. У нас есть для этого специальные места. Мы это выкладываем. Люди могут не просто это посмотреть, потрогать, вернуться еще раз в свое детство. А вот это не рекламный трюк насчет того, что духи еще и понюхать можно? Да, это не трюк. Прочитал, я думаю, все же унюхают за первую неделю. Красная Москва. Красная Москва, да, как раз об этом речь шла. Деколон Шипр. Будем искать поставки. Что там еще? Много всего было. А вот здесь уже сложнее все-таки, да. Это уже не фотопленка. Это, по-моему, уже нет сейчас производства. Аутентичных духов. Ценителей ретро-духов, ретро-парфюмерии на самом деле очень много. И даже под этих ценителей есть такие вот ретро-производства. И до сих пор еще выпускают духи с теми самыми ароматами, которые были раньше. Ничего себе. Ну, я знаю там советские наборы. Или наборы для 90-х сейчас можно достать. Где там жвачка, еще там что-то и так далее. Да, да, да. И одеколоны и шипром до сих пор. А, кстати, насчет сувенирки подумайте тоже, да. Вот посетителям музея что можно будет подарить в память. Или там что можно будет приобрести. Может, какой-то наборчик тоже какой-нибудь back in U.S.S.A. Прекрасная идея. Очень многим хочется не только посмотреть, но и что-то с собой забрать. И забрать именно в авоське. Да. В результате одно из рабочих названий было авоська. То есть мы, на самом деле, рассмотрели вариант названия музея авоська. Но это как-то уже в определенную сферу затачивается. Наверное, авоська, продукты. Ну, там обычно все же подряд было в авоське. Прошел с утра, вышел, прошел по магазинам. Ну, это оказалась все-таки концепция коммуналки. Поэтому название коммунал. Три комнаты, три разные комнаты. Ну, как коммунальная квартира, на самом деле. Три разные семьи. Да, там много интересных инсталляций, фотозон. То есть мы сегодня понимаем, что турист и посетитель приходят, в первую очередь, для того, чтобы сделать яркие фотографии, выложить их где-то в соцсетях. Мы ему дадим такую возможность. Что еще будет в музее Тризоны? Или мы обо всем уже рассказывали? Нет, там будет школьный класс. Школьный класс. Советский. Пионерские галстуки. Пионерские галстуки, пионеры. Форма школьная. Вот эти парты, да? Да, они стоят. Старинные глобусы, старинная доска. Фотографии известных писателей, Ленина. Ну, это как всегда было. Да, вот эти все фотографии. Да, красный уголок у нас есть. То есть женская половина, где представлена утварь бытовая, которой пользовались хозяйки в советском периоде. Одежда советская. Но все-таки есть ли какая-то концепция у этого музея? Будет ли какая-то концепция, какой-то порядок? Или же вот все, что из Советского Союза, все, давайте, все сгодится? Или нет? Мы сегодня достаточно... И кто разрабатывает эту концепцию? И кто срабатывает? Относимся к экспонатам. Мы не сторонники того, чтобы превратить это в барахолку или в какой-то комиссионный магазин. То есть у нас определенный хаос в этом музее существует, но в нем тоже есть своя система. В принципе, в любой квартире хаос существует. Без этого она не жилая становится. Особенно там, где есть маленькие дети. Если говорить о том, кто сегодня занимается непосредственно наполнением и экспозициями этого музея, то я могу сказать, что это моя давняя мечта. И сегодня я являюсь еще и дизайнером этого музея. Да, мне страшно отчасти с 1 декабря услышать обратную реакцию. Я думаю, что она... Надеюсь, что в большей степени будет положительной. Но вот все, что касается экспозиции, это вот какое-то мое внутреннее ощущение мира. И я стараюсь это делать сам. Если хочешь сделать, хорошо. Сделай это сам. Сделай это самостоятельно. Николай, а давайте вот сейчас идей поднакидаем еще. Олег, что бы вам с высоты лет хотелось бы увидеть в музее советского прошлого? Он мне каждый эфир, он обязательно указывает мне на возраст. Николай, кстати, и сам не стесняется его. Да, я не стесняюсь. Зачастую не указывать. Вот почему вот очень бы хотелось бы увидеть какую-то штуковину из советского прошлого? Дело ведь не в какой-то конкретной штуковине. Вот мне вот музыкальные инструменты, например. Музыкальные инструменты, они, кстати, как ни странно, сейчас в ходу. Очень часто можно встретить вот эти старые наши лопаты. Их переделывают, они работают вполне. Более-менее, да, приличные. Здесь вот мне кажется, вот мне больше нравится тема Олега насчет того, что не важно не каждое поддельное предметы, важно сделать обстановку. Чтобы ты зашел и окунулся в эту эпоху. Некоторых предметов у меня могло дома и не быть, которые я там увижу. Они для меня будут таким же удивлением, да? Потому что они, может быть, были у более состоятельных жителей там, или имеющих доступ к дефициту. Понимаешь? Мне будет интересно это посмотреть. А вот конкретно каких-то таких вещей, да, ну и не забывай, что советский период, он тоже длинный. Я еще, извини, я еще родился в эпоху деревянных игрушек. И после этого очень много все изменилось. В советское время тоже все очень быстро менялось. Поэтому мне главное, если там будет именно атмосфера вот этого, да, когда ты поверишь, что ты вернулся, окунулся в эту машину времени, да, это гораздо важнее, чем если ты там не найдешь фантик от любимой конфеты. Ковер на стене, там телевизор, прикрытый салфеточкой, да? Да-да-да. И еще какой телевизор, или радиола, знаешь, вот это же... А для детей какая-то зона будет для семейных? Да, есть детская зона, и если мы говорим о советских игрушках, это экологически чистые материалы, это идеология, которая сопровождала любую советскую игрушку. И сегодня я очень рад, потому что у нас появилась все-таки большая зона для детских игрушек, и там есть возможность прийти и поиграть этими игрушками любому ребенку, который придет в наш музей. Если сейчас кто-то заинтересуется, может быть, слушает нас и желает предоставить вам какие-то экспонаты, вы открыты, где ваши контакты искать? Мы открыты. Ну, в соцсетях вас можно найти, да? Есть в соцсетях, есть официальные группы, есть мои личные данные и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. И я хочу сказать, что эта история удивительная тем, что люди откликнулись на создание музея. Они несут свои вещи, они несут ценные вещи. Да, мы дали клич, мы рассказали о том, что мы открываем музей, и это музей, который будет создан и с помощью наших жителей, и с учетом их пожеланий. То есть мы готовы меняться, мы готовы добавлять те интересные, вкусные истории, которые важны людям и с советской эпохи, и современному молодому человеку, который готов смотреть, изучать и погружаться в историю своей страны. А вот это звучание какое-то будет, голоса из советского времени, чтобы люди там могли что-то рассказать? Да, пионерская зорька по утрам, гимн Советского Союза. Просто человек, который там жил, может какой-то предмет рассказать, что вот этот вот клубочек, такая-то вот у него история, вот что-то такое, да? Да, это все будет. Все будет, да? Да, конечно. Вообще классный интерес. В общем, это надо видеть. Да, надо видеть, и слушать, и нюхать. Открытие музея советского быта «Коммуналка» в Вятских Полянах состоится 1 декабря. По адресу улица Советская, дом 13. Все верно. Легко запомнить, на самом деле, да. Хорошо. Ну, как будет развиваться музей, планируются ли выездные возможные экспозиции, мы это поговорим уже впоследствии, да, когда дело начнется. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Олег Уваров у нас в гостях в мужском понедельнике, соучредитель музея «Дом-шляп» и музея советского быта «Коммуналка», президент Ассоциации «Наследие», директор компании «Метелица Тур». На полторы минуты мы делаем паузу. Возвращаемся в нашу студию. Мы только что побывали на устной экскурсии по новому музею, который откроется в Вятских Полянах 1 декабря. А сейчас вместе с нашим гостем Олегом Уваровым, соучредителем музея «Дом-шляп» и музея советского быта «Коммуналка» мы отправимся в путешествие на Непал. Ну, а как отправимся? В путешествие не на Непал, а в Непал. Мы же прекрасно понимаем, что безумные шляпники не были бы таковыми, если бы их не тянуло на новые приключения, да? Правильно я рассуждаю? Да, действительно. Ну, довольно экзотическое все-таки государство. Вот будет интересно, почему именно туда палец ткнул. Ну, давайте мы напомним для начала, где вы были уже. То есть Кургосветка вот эта, потом Азия, Кавказ. Да, еще несколько экспедиций было локальных, и не раз мы уже были в Юго-Восточной Азии, были в Индии, были в Вьетнаме, были в Таиланде. Но это были такие шапошные знакомства с этой территорией. Шапошные знакомства, это классно подходит к вашему музею. Шапошные знакомства, да. Шапошная тема. Да, да, да. Сейчас мы обратили взор вот в такой действительно необычный регион, как Непал и Северная Индия. То есть мы планируем начать нашу экспедицию с Дели. Это будет автомобильная экспедиция. К сожалению, не на нашем брендированном автомобиле. Мы будем нанимать водителя, переводчика и автомобиль в Дели. А что, хайлюкс уже все? Там проблема, там правосторонние движения. Точно, это же Индия, это же бывшая Британия. Очень сложная транспортная ситуация непосредственно в Непале. Вот поэтому мы решили все-таки взять на месте водителя, который знает английский язык, хинди, и может спокойно обращаться с местными жителями, как в Непале, так и на Севере Индии. Потому что местное население практически не разговаривает на английском языке. Очень много местных диалектов и без проводника. Это Тибет ведь? Тибет? Да, это вот как раз горный район, стык Тибета, Северной Индии, Непал. Это там вроде бы Гималайи были. Да, да, да. Гималайи. Ну, там общий такой такой. Да, да, самая высокая гора Напорно, вокруг которой мы, в принципе, планируем еще также совершить и пешеходный небольшой маршрут. Но это не основная цель нашей экспедиции. Основная цель шапошная. Мы собираем снова головные уборы и понимаем, что это очень удивительный регион, где до сих пор обычаи, традиции и те обряды, которые еще были несколько столетий назад, они до сих пор существуют. Я думаю, тысячелетий, пожалуй, там древняя такая страна-то, да. Тысячелетий, действительно, да. И они неподдельные. То есть люди так живут спустя века сегодня в Непале. Носят вот головные уборы, которые для нас сегодня являются какими-то безумными, необычными, какими-то яркими. Вы уж так заранее это просмотрели примерно, чем они там. Мне вот сейчас сходу как-то трудно вспомнить. Ни пальцы, ни палку в головных уборах. Ну, низкорослые, видимо, люди довольно с необычной внешностью, одежда и так далее. Так вот, я бы не могу себе представить просто именно в чем там фишка. Вы уж наверняка уже заранее подготовились. Все наши экспедиции готовим заранее. Уже несколько месяцев Альберт Хлюпин занимается подготовкой к этой экспедиции. У вас коллега по проекту. Да, коллега, он 24 числа уже уезжает в Индию. Начинает там заниматься более активно подготовкой к самой экспедиции. То есть я могу сказать, что месяцев 8 старту экспедиции предшествовала подготовка активная. И Альберт несколько месяцев занимался исключительно формированием маршрута. То есть оттачивал каждый пункт нашего назначения. И бронировал гостевые дома. И, в общем-то, занимался тем, чтобы у нас случились встречи. Мы могли побывать на традиционной непальской свадьбе. То есть, конечно, сегодня есть интересная передача. Есть, простите, нетрадиционная непальская свадьба. Насколько я знаю, Непал довольно консервативное государство. Там вряд ли это что-то есть. Да, и очень небогатая столица Катманду. То есть в Караганде мы были, теперь мы окажемся... В Катманде. В Катманду. В Катманде, да. Побываем в горах. Много очень разных национальностей, много племен проживает на территории этого региона. Оно очень сейсмически активное. В 2015 году на территории Непала были масштабные разрушения после очередного землетрясения. И много было жертв. И сегодня этот регион является очень нестабильным с этой точки зрения. Их постоянно трясет. Это усиливает эффект нашего присутствия в этом регионе. Я думаю, что все будет замечательно. Особых катаклизмов не произойдет. Мы также проедемся по берегам Ганги. И не только непальскую культуру, но и культуру Индии мы сможем посмотреть на себе, прочувствовать по возможности. И, конечно же, рассказать всем, кто следит за нашими проектами. И привезти новые артефакты в музей Шляп. Когда состоится непосредственная дата экспедиции? Альберт, вы сказали, 24 ноября. А вы непосредственно уже? Мы стартуем 5 февраля. 5 февраля. Я так думаю, что зима выбрана не случайно. Потому что там менее жарко в это время года. Да, это, наверное, самое оптимальное время года. Мы планируем посетить разные климатические зоны. То есть, если это январь, все-таки это еще прохладно. Март это уже жарко. Там от высоты же зависит. Да, от высоты. Чем выше, чем холоднее. Над уровнем моря, да. До 4000 метров мы планируем подняться на напорную, на извершенной горы. Выше не будем подниматься. Хотя в прошлом году Альберт совершил пешее восхождение. В течение 9 дней он поднялся на высоту 5600 метров. Кстати, легко Альберта найти в социальных сетях. Он выкладывает там фотографии. Вот если любопытно, можете зайти посмотреть. Да, да. О его жизни. Как раз таки там. Так, вы без машины, значит, будете. Артефакты. Как они будут доставляться вятские паленые? Вы сразу с собой что-то повезете? Или вы будете потом отдельно как-то контейнерами заказывать, чтобы пришли? Изучали ситуацию, возможности. Какие там особенности с этим? Будем отправлять. Насколько мы владеем сегодня информацией, из Катмандо можно спокойно в Россию отправить любую посылку. Что, в общем-то, мы и сделаем. Я думаю, что из каких-то городов Индии мы тоже будем отправлять. Такая практика у нас уже есть. То есть мы, будучи в экспедициях, набирая коробку головных уборов, аккуратных упаковок, все это отправляем, почты, все благополучно доходило. Один раз болван из Италии, из Александрии мы не смогли получить из Барсажина. Болван это что? Болван это такая деревянная форма, на которой наколачивался головной убор из ветра. А, болванчик же называется. Болванчик. Профессия же шляпника там, болванчик. Болван и болванчик. Да, ну это как, господи, пресс-форма, да, мы про шинку говорим. Только она изнутри. Да, да, мы это говорим, да. Хорошо. В феврале начнете, и сколько продолжится она примерно? Порядка месяца будет длиться экспедиция. Вам должно хватить, да? Общий километраж 3800 километров. Это вот как вы сейчас пропланировали все, да? Да. То есть у нас каждый день прописан достаточно жесткий тайминг. То есть сегодня уже существует маршрут от пункта А, и, соответственно, мы из Дели начинаем его, и в Дели заканчиваем, и возвращаемся обратно в Россию уже из Дели. То есть примерно в марте следующего года вы должны быть уже дома, да? Если в феврале начнете, в течение месяца, в март, ну вот тогда будем ждать вас с очередным... К международному женскому дню. Международному женскому дню. А мы с новыми артефактами, мы приедем. Обязательно тогда будем ждать вас, да? Да, с прекрасными женскими головными уборами из Непала. Вот, слушай, ну, честно говоря, очень интересно посмотреть на это, потому что как-то вот начинаешь соображать, и не можешь понять, на самом деле, что же у них на головах. Индусов традиционных южных, я представляю, да, как они ходят. Много фотографий, картинок. А здесь какая-то немножко тайная страна-то все-таки. Да, она необычная. И был еще один буквально... Есть время еще, да? Момент. Я могу сказать, что самый маленький человек на планете долгое время как раз жил в Непале. У него рост 68 сантиметров, ему 24 года. Он был в книге рекордов Гиннеса, путешествовал по всему миру. Но, к сожалению, нашли филиппинца, еще более маленького, 60 сантиметров ростом. Нашли филиппинца. Да. Трудно, наверное, от 22 лет. Конечно же, путешествуя в экспедициях, мы не только преследуем цель привести головные уборы, но и найти какие-то уникальные истории, о которых с удовольствием всегда рассказываем нашим зрителям, читателям. Ну, это будет в начале весны. Я имею в виду окончание экспедиции в Непал. А сейчас, напомню, зима. Ну, по сути, зима, но календарно это еще не наступило. Но мы к зиме готовимся. Мне просто хочется в завершении нашей беседы, у нас есть еще пора-тройка минут, поинтересоваться, как девица-метелица ваша пожелает в Вятских полянах и не собирается ли она в гости к Дену Морозу. Или он, может быть, собирается в гости. Вот давайте об этом поговорим в оставшиеся минуты. Да, вот в прошедшие выходные как раз был день рождения Дедушки Мороза. Он ежегодно, традиционно, на протяжении уже многих лет отмечает свой день рождения, собирая всех сказочных своих друзей. А девица-метелица – это его помощница, и она приехала в Вятские поляны из Великого Устюга. И, конечно, она с большим удовольствием и с радостью возвращается к себе в Великий Устюг для того, чтобы поздравить Дедушку Мороза с очередным днем рождения, пожелать ему всего хорошего и повеселить тех детей, которые съезжаются к нему на праздник. Ну, а в Вятских полянах начинается ее пора. Она круглый год очень бережно охраняет шапки волшебников сказочных. Ну, и сейчас самое время, мы к ней приходим иногда и говорим, девица-метелица, снега бы уже пора, надо бы как-то намести. Она такая, сейчас сделаю, и достает волшебную палочку, и снег начинает идти. Практически так. В связи с тем, что у нас новогодние там праздники грядут, особое участие какое-то принимаете в Вятских полянах в этом во всем, в организации? Да, мы говорим о том, что Вятские поляны позиционируются уже сегодня как территория событийного туризма. И 9 декабря у нас Дедушка Мороз приезжает в Вятские поляны из Великого Устюга для того, чтобы... Это тот самый настоящий, да, тот самый настоящий. Огромный такой, большой, с басистым голосом. И он будет смотреть, как наши вятскополянские детишки смогут слепить самый большой снежный ком. Конечно, если будет снег. Да, снег вот, снег. Желательно мокрый. И к 9 декабря, да. Да, поэтому и желательно, что снег будет. Девица Метелица постарается. Ей просто придется. То есть мы можем точно сказать, что к 9 декабря снег в области будет. С точки зрения туризма это еще одна... На юге области, на крайней мере, да. Да, история для притяжения туристов, для формирования позитивного образа нашего города. И я думаю, что 9 декабря все будет замечательно. А, кстати, в холодное время года туристы едут в поляны? Отслеживаете как-то каким-то образом? Едут в каникулы. Каникулы. Зимние каникулы вырастают. В этом году опять там 10 дней будет. Надо же чем-то заниматься, да? Зимние. Да, сегодня у нас есть контакты с казанскими туроператорами. И с их стороны уже есть заявки на организованные группы «Вятские поляны». То есть, помимо посещения каких-то объектов, мы им предлагаем еще и шоп-туры сейчас. Это новая фишка. Так. Расскажите чуть подробнее, что это. Мы находимся на границе с Татарстаном. У нас есть рядом кукморские валенки, металлопосуда. Есть наши городские предприятия, которые производят интересную продукцию. И мы совмещаем сейчас посещение туристами наших объектов, музеев, каких-то других достопримечательностей с шоп-туром. И уже отклик вполне хороший. И формируются группы из Татарстана «Вятские поляны». Нужно сказать, что Татарстан вообще самодостаточный туристический регион. Ну, при этом в «Вятские поляны» не готовы приехать. Я думаю, что это вполне перспективная история. Ну, что ж, время наше истекло. Благодарим нашего гостя Олег Уваров, совмещитель музея «Дом-шляп», музей советского быта «Коммуналка», о котором сегодня поговорили, президент Ассоциации «Наследие», директор компании «Метелец Тур». До новых встреч. Будем ждать вас в нашей студии. Спасибо. Доброго, Николай Голиков. Владимир Смитальевич. Мы не прощаемся. Вторая часть «Мужского понедельника» через 20 минут. Доброго, Николай Голиков.